Да, я принимала участие в Ялтинском международном экономическом форуме по приглашению главы Крыма. И я считаю, что очень эффективно было проведено это мероприятие, потому что обсуждались вопросы стратегического развития Крыма и Севастополя, стратегии до 30-го года. Очень активная работа проводилась с бизнес-структурами, работа банковского сектора, работа промышленности, работа энергетиков. То есть всесторонне анализировались проблемы. Меня в большей степени, конечно, интересовали экологические проблемы, поэтому я принимала участие в секции, которая посвящена системе обращения с отходов, изменению приоритетов и определению пути решения этой проблемы. Мы участвовали в проведении этой секции Донской и Иванов. Они ввели, было широкое представительство регионов, и я считаю, что очень важно. То есть прозвучали, конечно же, аспекты о том, что меняются приоритеты. Если раньше это шло захоронение в основном, то сегодня акцент делается на переработку. Более того, с января следующего года мы знаем, что уже определены фракции, предположим, бумага, металл, пластик, стекло. Их нельзя будет вообще ввести на захоронение, обязательно нужна утилизация этих и так далее. Конечно, возникал вопрос по созданию территориальных схем обращения со сходом, по региональным операторам. Но в этом плане, конечно, я отметила, что Москва с 2012 года проводила эксперименты. Одна из первых среди субъектов федерации нашей российской заключила контракты с региональными операторами. И если, например, многие говорят, как привлечь к этому бизнес, то вот здесь как раз контракты на 15 лет. И мы знаем, что здесь они ведь не просто используют бюджетные средства, но они могут брать кредиты, они могут использовать собственные средства. И они не только занимаются, так скажем, сбором, транспортировкой, перевозкой на утилизацию мусора и отходов, но и договора, есть прописанные моменты и на переработку строительства, перерабатывающие предприятия. Таких предприятий у нас запланировано пять. Поэтому вот одна из проблем, вторая проблема, которую обсуждали на пленарном заседании, это вызовы экологии и улучшение качества жизни и создание комфортной среды проживания. Поэтому вот в этом плане, конечно же, мы понимаем, что да, сегодня стоят проблемы и качества воздуха, и качества воды, и качества почвы. Конечно, одна из первоочередных задач, которую поставили, это задача ликвидации накопленного ущерба. Вот мы говорим, отходы, свалки, вот это наследство, которое сегодня около 20 тысяч несанкционированных свалок по России, конечно, тоже проблема вот эта обсуждалась. Потому что сегодня и с одной стороны ликвидация, а с другой стороны надо эти территории все-таки ввести в жизнь, вернуть к нормальному состоянию, провести рекультивацию. Вот одна из проблем. Другая проблема, конечно же, мы говорим, что все-таки вопросы экологии, качества воздуха, качества воды влияют и на качество жизни, на здоровье россиян. Поэтому тоже эта тема обсуждалась сегодня. И как раз в дни работы форума, 19 апреля, мы знаем, что президент подписал указ о стратегии экологической безопасности до 2025 года. Она обсуждалась из этого года два уже. И вот там как раз были определены и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и как бы пути их решения. Поэтому я считаю, что вот такое обсуждение, когда присутствовали там же не только были представители Крыма, но и из многих субъектов Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что такое общероссийское обсуждение, но именно свои положительные эффекты. Продолжение следует...